Субтитры создавал DimaTorzok 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 Балабу А ну пошли Дом поставлю Субтитры создавал DimaTorzok 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 А ты чего повелый? А ну-ка, иди сюда. Да стой же, земляк! Да куда же ты? Я ведь только поговорил. Да стой ты! Куда же ты? Куда же ты, миленький? Не убегай, иди ко мне. КОНЕЦ КОНЕЦ Красный яр! Красный яр! Красный яр! Красный яр! Красный яр! Лиз, смотри, кто вон там сидит. Красный яр! Давай! Губернатор тоже за красный яр пришел болеть. Хорошо. Да! Попытка, попытка! Видел, как, а? Хорошо, да, хорошо! Хорошая, хорошая! Лиза! Виктор, ты как балерина там все выделал! Господи, ты меня задавишь. Сейчас все выкрируйте. Да, уже в финале. Просто прекрасно. Лиза где? Да ушла она как-то. Дела у меня, я не понял. Да-да-да-да, ты торопилась срочно. Я уже в сборную упорал, ты же реально мастер. Не-не-не, Лев, я ухожу. Куда? Что значит, ухожу? Вить! Вить, а все, не сердишься больше? Я не сердился, Лиза. Я просто не понимаю, как ты могла уйти с моего последнего матча. Ну, извини. Твои друзья меня достали. Мало того, что я терпеть не могу эту беготню, драку с мячом. Только ради тебя пошла. Еще друзья со своими жлобскими комментариями. Два часа, ну, просто невыносимо. Лиза, прошу тебя, давай не будем трогать моих друзей, ладно? Ромка, программный директор нашей радиостанции. Он нас познакомил в конце концов. Велика заслуга, познакомил. А Леха редактор популярного журнала. Мы в школе вместе учились. Ну, не надо. Все, все, ради бога. Я к отцу еду. Что мне ему сказать, когда мы его удостоим своим посещением? Думаю, да. В смысле, уже приехал? Нет, могу. Хорошо, ладно, я уезжаю. Это кто там тебя? Да, это с киностудии местной. Ну, консультации можно, помнишь, там контракт мы заключили. Вот, я думал, что две недели еще есть, а тут на тебе, бах. Срочно, срочно. Ну, как всегда у этих киношников. Ладно? Я побежал, давай. А что мне отцу сказать? Я позвоню. Ну, в общем, мне кажется, мы договорились. Все, чем можем помочь, мы вам предоставим. Да, но у меня, можно сказать, личный вопрос, госпожа Легран. Можно просто Натали. Хорошо. Скажите, а чем вас так заинтересовала Сибирь? Вот именно наш район? Красноярск, Енисейск, Минусинск? Все очень просто. В вашем городе жили ссыльные французские офицеры, сосланные в Сибирь после польского восстания. Вот я и хочу снять фильм про прошлое и настоящее вашего города и связать это с историей французских военных. Я должен был догадаться, кстати, они были отправлены во Францию именно из нашего города. Андрей Андреевич! А, Виктор Андреевич, ну, наконец-то! Здрасте. Да я не сильно познал? Нет-нет-нет, что вы, нормально, вы как раз вовремя. Кстати, я хочу сказать, вы вчера отличились. А, вы были на матче? Да, был, но сейчас не об этом. Ну, смотрите, значит, город окажет вам всю необходимую помощь. Съемочная группа тоже будет наша. А, слава. Да, это люди профессиональные, опытные. Технику тоже предоставляет город. Ну, а где француз-то? Экзотики захотел. Сейчас мы покажем ему экзотику. Знакомьтесь, режиссер и автор нашего проекта – госпожа Натали Легран. А это Виктор, Виктор Антонов. Да, он как раз и будет вашим консультантом. Бонжух! Натали! Виктор, вы извините, что я так, я просто не знал, что это вы. Да-да, я уже догадалась. Угу. Ну, а… Лиз, ты же сама хотела, чтобы я с ним познакомился лично? Что же вы вчера не приехали? У него был матч. Потом он прощался с командой. Ты скажи, когда тебе удобно, мы приедем. Ты издеваешься? Мне вчера было удобно. Ой, доченька, доченька. Как же быстро ты повзрослела. Нет, я все понимаю. Я не могу тебе запретить встречаться с этим твоим спортсменом. И уж тем более спать с ним. Вы люди современные, для вас это вполне естественно. Но насчет свадьбы я рекомендую очень сильно подумать. Папа, он не спортсмен. Он уходит из спорта. Он будет писать диссертацию. Ты сейчас шутишь? Час отчасту не легче. А что тебе не нравится? Все, забудь. Это твоя жизнь. На что вы будете жить? Ну, а… А, ты имеешь в виду меня? Значит, для тебя, Лизонька, я сделаю все, что угодно. Вот все. Но содержать 30-летнего мужика я не стану. У вас было такое лицо? Я полагаю, вы ожидали увидеть большого французского режиссера? Жан-Люк Гадар или, может быть, Люк Бессон, как минимум? Нет. Что вы, да совсем нет. Я сначала подумал, может, вы жусь Тентрие, а потом увидел, что вы гораздо моложе и стал вспоминать других французских документалистов. Но вы прекрасно говорите по-русски. Как это? Я изучала русский в университете. Моя предыдущая профессия – синхронный перевод с русского языка. Поэтому вы можете говорить со мной нормально. Я пойму. Хорошо. Пап, у Витя очень хороший контракт. Он должен консультировать фильм французский документальный. Это неплохие деньги. Он из-за этого из порта ушел. Но ты же говорила, что он собирается вернуться в науку. Диссертация и все такое. Ну, это да, это да. Но он хочет заработать. Он сказал, что этих денег со съемок хватит нам примерно на год. А потом? Что потом? Что потом? Но он сказал, придумает что-нибудь. Лиза, ты же хорошо разбираешься в камнях. Я тебя научу. И что? Ладно, не важно. Раз ты так твердо решила выйти замуж за этого своего Виктора, то, как говорится, проехали. Нет, что проехали? Я собираюсь открыть еще два салона. Один в Москве, другой в Петербурге. И, честно говоря, рассчитывал на тебя. Но, раз у тебя все так удачно складывается, иди сюда поцелую. Рад был видеть тебя, малыш. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Значит, спортсмен. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Пардон, может быть, здесь где-то можно пообедать в приличном месте? Конечно, я знаю, очень хорошее место. Я вас отвезу. Никак не угомонишься? Не мог не взять, Константин Аркадьевич. Последнее. Парни уходят с маны, туда лезет новозолото. У них там охрана борзая, сейчас проверки по всему району, ОМОН. Поэтому постреляют ребят ни за что, так что пока на время решили остановить. Почем брал? По старой цене, как договаривались. И сколько здесь? Расчет получишь вечером. Сейчас наличных нет. Да не проблема, Константин Аркадьевич. И прошу тебя, Саша, будь аккуратней. Мне погореть из-за этого, сам понимаешь, никакого резона. Разумеется. Константин Аркадьевич, я 20 раз все проверяю. За мной никого, никакая полиция, никто даже близко не видит. Не то, чтобы на прицеле держать. Ну, дай-то Бог. В любом случае, спасибо. Работа сделана, будет оплачена. Ну что, пойдем? Перевесим? Нет-нет, я тебе доверяю, но сам понимаешь, усушка, утруска. Конечно. Разумеется. Это Девногорск. Вы же простите, Натали, что я привез вас в такую даль. Можно было, конечно, в Красноярске перекусить, но я просто очень люблю это место. И мне кажется, вам здесь для съемок вид замечательный. Вы правы. Я обязательно этим воспользуюсь. Натали, мне кажется, вы все-таки обиделись на меня из-за того, что я в студии спросил, а где режиссер? Ну что вы, совсем нет. Ну, поймите, я не со зла. Ну, я правда не мог представить себе, что это вы. А тут недалеко есть очень красивая деревня Овсянка. Можем съездить. Спасибо. Я думаю, на сегодня достаточно. Виктор. Да. Ваш начальник сказал, что вы пишете диссертацию о золотодобыче в девятнадцатом веке. Ну, да. А вам случайно не встречалась такая фамилия Плахов? Красноярский золотодобытчик. Нет, не помню, не встречал. Плахов, да? Угу. Да, но я постараюсь что-то выяснить. У нас здесь очень хорошие специалисты, музейщики, историки, мои друзья. И если какая-то информация, в принципе, существует, то думаю, что мы обязательно ее найдем. Мерси. Тихо, ночь сибирской глуши, тихо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Лиз, прости, но это правда очень важная работа. Как тебе француженка? Симпатичная? Да какая симпатичная? Обыкновенная, причем еще злобная какая-то. Ты ее развесели. Лиз, ну что за глупости? Ну зачем мне ее веселить? Это просто работа. А ты ложись спать, потому что я еще посижу, мне завтра в девять в офис надо с этой группой съемочной встречаться, какой-то предварительным планом хотя бы накинуть. Этот Плахов еще. Что за Плахов? Да наш местный золотодобытчик, про него никто ничего не знает, а ей Винде полож. Сначала ссыльные французские офицеры, теперь Плахов. Ладно, я понимаю, все это очень важно. Спокойной ночи. Лиз, ну Лиз! Господин Плахов, я все верну, все отработаем. Что? Что ты мне отработаешь, свинья ты такая? У тебя на прииске варье гуляет, золото тащу как свое. Что ты мне отработаешь? Да то в первый раз было, господин Плахов, в первый раз. Они… Что унесли они? Тебя спрашивают, шкура! Фунта три почти было. Три? Пымаем! Пымаем! Не утекут они! Ефим Малой и Коряга уже отправились за ними! Ребята по тайге! Жандармы тоже! Пымаем! Не Кипр, пидори! Приведем к вам, сами их накажете нашему удовольствию! Я тебе устрою удовольствие, скомарок! Ты мне голову не дури! Спымаем! Вот когда спымаешь, тогда и будешь мне шутки шутить! Инженер! Фунта три – это в золотниках! Не сообразить! Примерно двести пятьдесят! Все! Отработаешь! Поедем ко мне, инженер! Обедать будем! Забыл представить, господа! Инженер мой новый, Никитин Пал Иванович! Прошу любить и жаловать! Умнейшая голова! Из самого, что ни на есть, Санкт-Петербург же к нам! Да что вы! Крайне приятно! Сверчков! Алексей Алексеевич! Да не просто Сверчков, а целый судебный следователь! Очень приятно! Рад знакомству! Взаимно! А это... Господин, с позволения сказать, Маришаль! Хранцуз! Наташеньку мою обучает! Я ведь человек простой! Без всяких этих там... Ермитажей! Не люблю кружева выписывать! По мне, если человек дело делает, Он и за столом со мной сидит! И мы с ним ровня! Хоть он и француз будет! Вот! Маришаль! Сидит! Кушает! И мне не зазорно рядом с ним водку выпить! Хоть он и француз! Бумтовщик и ссыльный! Алексей Алексеевич, верно я говорю? А раз он не в каторге, Не в остроге, Не в кандалах, То имеет право с нами выпить! Или я что-то не то сказал! Все правильно! Все правильно, Никифор Петрович! Ну вот, я ж говорил! А будет безобразить! Или речи какие толкать! Мы его живо скрутим! Я предлагаю выпить за знакомство! Давайте, Павел Иванович! Мне крайне приятно, что вы приехали к нам в город! Образованному, интеллигентному человеку у нас самое место! Ибо, ибо прогресс у нас здесь! Не в Москве, не в Петербурге! А именно здесь, в Сибири! Ломоносов еще сказал, вы же помните… Да, конечно! Российское могущество прирастать будет Сибирью! Вот! Богатейшие у нас места! Богатейшие! И Москва, и Петербург в подметки не годятся! Что у них там есть? Картошка гнилая! Только мы всю Россию кормим! Заметьте! Не богатство прирастать будет, а могущество! Богатство – не цель, а средство! А цель – укрепить могущество России! И такие, как вы, Павел Иванович, будете помогать нам, укреплять и умножать силу нашего государства! За знакомство, Павел Иванович! И за Россию! Лягушатник-то! Выпил! Папа… Алексей Алексеевич! Да? Как насчет воровства-то на прииске? Ищут злодеев? Ищут, Никифор Петрович, ищут! Не уйдут! Угу, угу! Детесты! Кредон! Бетай! Маришаль, то ва бьен, эс-кэ вузет мэлады? Наташа, саван, не фей па дотонсио! Вас обидел папа! Наташа, нам нужно заниматься, пойдемте! Нет, я вижу, вы обиделись! Я просто очень скучаю по Франции! Наташа, после такого обеда погулять полезно! Папа ваш так кормит, что потом хоть два дня не обедай! Наташа! Наташа! Ага, пьюшка! Давай, давай, иди! Да ты! Ты красавица моя! Да иди! Какая… Какая любушка! Хватит, иди! Миленькая, родная моя! Люди! Постой! Постой, милая! Постой, плохо мне! Родная, плохо! Едва стою! Заплачу! Золото есть! Только в дом пусти! А то помру сейчас! Волки, волки поели! Волки в тайге на том береге! Золото мыл! Домой шел! Чуды вот! Волки поели! Едва дошел! Пусти в дом! Мне оклематься бы! Зла не сделаю! Заплачу! Золото вот! Донес! Ну, что там? Прямо, что ли, волки поели! А ну, давай в дом! Давай! Давай! Так! Как же ж ты жив-то еще остался! Так! Заходи! 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 Пал Иваныч! Что ты моего лопатина чуть до кондрашки не довел? Прибежал ко мне аж белый весь! Инженер кричит! Инженер! Что за пожар? Никифор Петрович! Да не кричал я! Молчи, Харек! Слушаю тебя, Пал Иваныч! Никифор Петрович, я так понимаю, вы здесь хотите бочки дрожные ставить? Хочу и поставлю! Но содержание золота здесь низкое! Низкое не низкое! Они в убыток работают! Слыхал? Угу! А ты чего предлагаешь? Закрыть прииск? Нет, боже упаси! Здесь еще мыть годами можно! Только машину нужно ставить! Вот у вас здесь сколько человек работает? Лопатин! 150 душ! Сейчас в мануфактуре! Трое померли за месяц! Двое сбежали! Вот! Пымаем, пымаем! Да, ну все верно! 150 человек! А меньше ведь никак нельзя! Забойщики, возщики, плотники, вымывальщики! Ну, ну! Знаю я, кто у меня что делает! Дальше! Про машины-то что? Хм! Ну, на манском прииске у меня чаши стоят не худо дело! И тут чаши с бочками ставлю! И хорош! На манском чаши с бочками вымывают у вас пять тысяч пудов песка в день! А здесь пески? Да знаю я про пески-то! Сколько же тебе здесь в день надо, инженер? Микифор Петрович, при такой работе этот прииск скоро себе в убыток пойдет! Его если не закрывать… Боже упаси! То нужно ставить машину на койной тяге, бутару, и будете вы здесь намывать до сорока тысяч пудов песка! А если рельсы проложить, да еще вагоны подтянуть! Сам же сказал, что золота тут мало! На манском больше! Золото здесь есть! Только нужно механизировать добычу! Машина будет крутить! А люди что ж? Слыхал? А люди работать будут! Те, кто головой умеют думать, а не только землю копать! Сколько же я платить буду тем, кто головами будет золото мыть! Это нужно обсуждать! Лопатин? Да! Иди-ка вон за мужиками присмотри! А то, видишь, стоят! Зенки на меня вылупили! Давай, давай! Отойдем, инженер! Поговорить надо! Пал Иваныч, что ты тогда ко мне со своими советами лезешь? Не для этого я тебя вызвал, жалования положил, больше, чем тебе другие бы платили! Нет, ты что думаешь? Плахов дурак? Нет, ты скажи! Раз машины не ставим дурак! Никифор Петрович, я такого не говорил! Не говорил, да я по глазам твоим вижу! Что ты думаешь? Да меня губернатор ценит больше, чем всех Поповых, Кузнецовых, Савиных! У них машины, у них дым столбом! А я тихо работаю, да приисков много! Новые места открываю, и ты мне нужен, чтобы новое золото искать! А не сидеть на одном месте! Понял меня? Никифор Петрович, не кричите на меня, я все-таки делаю свое дело! Ни черта ты не делаешь! Фантазии одни! Ты первый, что ли, кто хочет мне эти машины всучить? Да эти машины через пол России тащить, сколько денег уйдет! Не дури мне голову, Павел Иванович! А то вылетишь с прииска, как дробина из ружья! Понял меня? Не обижайся! Я тебя уважаю! Ты умный, ученый! Только делать будешь, что я скажу! А про машины свои забудь! И народ на приисках не мути! Я никого не… Понял, что я сказал! Все кончено, расположено! В тайгу поеду днями! Кое-какие места посмотрю! Ты пока здесь ремонтом цемешься! На мелком ручье чашу надо подправить! А вернусь… Поговорим! Трогай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, Леший, живой? Срам-то прикрой бешеный! Дай водички попить! Родненькая! Какая тебе родненькая? Я мужнина жена! Попить дай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да не лей мимо-то! Солнышко мое! Дай пожить у тебя! Малости клематься! Заплачу! Золото есть! Заплачу! Дай пожить! Ишь ты пожить ему! Тебе не все ли равно, кого под одеяло-то пускать? А вдруг ты убивец? Что ж ты такое говоришь-то? Меня вон, самого чуть не убили! Еле спасся! А говорил, волки поели! А теперь вот убивца? Крутишь ты, ой, крутишь! Как звать-то тебе скажи? Агафий! А ты назовись! А то прибежал, в ночи как зверь лесной и воет под окном! Петром! Матушка нарекла! Петром! Ишь ты, Петр! А сколько заплатишь? Не обижу! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Маришаль! Наташа, с вашего позволения, Эдмон Маришаль! Ага! Ой, простите, Эдмон! Конечно, Эдмон! Просто папа вас так называет, Маришаль да Маришаль! Папа! Папа! Вы до сих пор сердитесь на то, что он сказал тогда на обеде? Нет, ни в коем случае! Эдмон, ну не дуйтесь! Идемте заниматься! Наташа, я не могу сегодня с вами заниматься! Я очень-очень плохо себя чувствую! Я… я принес ваше сочинение, подчеркнул все ошибки, вы можете поработать сами? Хорошо? Ну вот, я думала, вы расскажете мне про Францию! В следующий раз! В следующий раз обязательно! Тихо, тихо! Разорался оттуда мне! А, больно, родненькая! Как дошел-то такой сюда? Откуда вас силы? А-а-а! 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 Ну, полегчало? Ага. Мать твоя… Как будто изнутри меня править! И황 Navarro А-а-а! КРИК Парень, ты чего? Нечего. Агафья, ты мне, ты одёжу принеси какую-нибудь. Про меня никому. Молчи. Поняла? Поняла? Хорошо. Сейчас принесу. Посиди туда. Я жива. Алексей Алексеевич, давайте по-простому, хорошо? Я вот что хотел у вас спросить, милый друг. Вы же с Никифором Петровичем Плаховым хорошо знакомы? Да, Павел Николаевич. Обедал у него несколько раз. Угу. Что можете сказать о нём? Ну, если в двух словах, то крупный промышленник. Будет такая необходимость, могу представить подробный отчёт. Вы поймите меня правильно. Я не прошу вас шпионить. Зная ваши с ним отношения, я подумал, что это было бы просто непорядочно. Дело в том, что кража у него на прииске случилась. Много золота унесли. Ну, что сделать, Павел Николаевич? Воровали, воруют и будут воровать. Это мне совершенно понятно. Но кража на прииске Плахова – дело особенное. Казённая ревизия? Всё-то вы знаете, Алексей Алексеевич. Должность у меня такая, Павел Николаевич. Соответственно, себя и веду. Прииск Тёмный был казённым. Доходность падала. Плахов предложил его купить, и комиссия из столицы дала добро. Прииск был признан неперспективным. Отдан Плахову за символические деньги. При условии отчислений в казну с каждого намытого пуда. Там тоже, откровенно говоря, суммы символические. Отвычай стало расти, а отчисления остались такими же мизерными, так? И теперь золото воруют фунтами. А ревизорам только шепни. Сей же час на Тёмный приедут, если уже нет их там. Неприятности будут. В первую очередь у Плахова. Вы понимаете? Понимаю, Павел Николаевич. Поймаем вора. Дело дни. Никитин. Инженер Никитин. Павел Иванович. Наталья Никифоровна, простите, я задумался. Конечно, я вас прощаю. Вы же все время думаете о работе, верно? Нет, не все время. А о чем же еще? О многом. А вы меня не проводите? Да, конечно, с большим удовольствием. Вы домой? Домой. Здесь уже недалеко. К сожалению. Ну, вот мы и пришли. У меня сейчас занятие. Простите, я забыл. Как его зовут? Эдмон Маришаль его зовут. Он очень хороший человек и, кажется, несчастный. Он сильный, как я понял. Да, но это не важно. Он не преступник. Это он вам сказал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кто это? Да неважно. Спасибо, что проводили, Павел Иванович. Разрешите идти? Ваше превосходительство. До свидания. Кстати, вот еще что. Пришло мне письмо из столицы. Беглый каторжник в наших краях объявился. Аж из самой столицы. Да мало ли у нас этих беглых каторжников-то мне не сосчитать. Такая важная фигура? Столичные сыщики искали его по всей России, да он все уходил от них. Убийство на нем, пишет, более двадцати душ. В Санкт-Петербурге при ограблении банка взяли его, так он на этапе убил конвойного и бежал. И следы его кровью отмечены. Аж до Енисейска ведут. И кто ж таков? Мешков Прохор, тридцати девяти лет от роду. Очень хорошо. Прошу. Люди добрые. Чайко мне угостите. Коллеги, мне очень приятно с вами познакомиться. Я не хочу делать обычный документальный фильм. Я хочу сделать современное динамичное кино. Вы меня понимаете? Ну, в целом, конечно. Тогда вперед. Виктор, вы подготовили общий сценарий? Ну, скорее список объектов для съемки. Да? Завтра едем на водохранилище. 400 километров по сибирским меркам не расстояние. По желанию можно взять плавки. Ну, или купальник. Лиза? Нравится? Да, очень. На свадьбу наденешь? Папа! Правда? Ну, я что, тебя когда-нибудь обманывал? Папа! Как там твой этот регбист? Да, вчера весь день бегал со своей француженкой. Сегодня в 8 утра уехал со съемочной группой встречаться. Что за француженка? Да, режиссер, которого он должен был консультировать, чтобы этот фильм про Красноярск снимать. Оказывается, женщина, еще француженка. Ну, что ж, всякое бывает. Да, сегодня всю ночь не спал. Сидел за компом, она его загрузила. Он должен был что-то найти про золотоискателя какого-то 19 века. Золотоискателя или золотодобытчика? Да, и точно не помню. Помню, что Плахов какой-то. Плахов? Ты ничего не путаешь? Да нет, точно. Плахов. Ты что-то про него знаешь? Да нет, так мельком. Значит, говоришь, режиссер француженка. Ну да. Интересно. А что интересно? Люблю тебя, доченька. И кольцо тебе, кстати, это очень пойдет. А вот и новый лидер забега. Номер три вырывается вперед. Чуть из танца ушел за спиной конкурентов и вдруг такая редкость. Вторым идет в пятый номер. Первый, четвертый. Берег. Но это не совсем то, что мне нужно. Ну, дело в том, что вы просто толком еще не объяснили, что именно вам нужно. Нет, это, безусловно, очень красиво. И мне это пригодится. И merci beaucoup. Ну, это merci надо самосвалу сказать. Самосвалу? Лехе, что не видно, что он самосвал? Браво! Браво! Натали, мне тут прислали информацию из Москвы по Плахову, как вы просили. Так, и что там? Да, действительно, был такой золотодобытчик. У него там какая-то мутная история на преске произошла. То ли украли золото, потом нашли. В общем, три предложения в старой газете. Больше ничего. А что вам так этот Плахов нужен? А, нет, ничего особенного. Просто мои друзья в Пари просили узнать. Да, кстати, у него в доме еще работал один из сильных французских офицеров. Известно кто? Нет, написано только французский учитель. Ну вот. Сегодня значительно лучше. Я старалась. Вы делаете успехи. Можете ехать в Пари. О, Париж. Как я хочу в Париж, Моришаль. Расскажите мне о Париже, пожалуйста. О, Пари, это невозможно рассказать. Это надо увидеть. Пари – это моя жизнь. Боже, я представляю, как там у вас красиво. Здесь тоже красиво. Очень красиво. Вам нравится? Нет. Отчего же? Это не моя страна. Моя страна Франция, ваша Россия. Хотя здесь вы выглядите чужой. Чужой?